Валентин Владимирович Галузин Валентин Владимирович Галузин Как быстро дитет время, уже почти 15 лет его нет с нами А вспоминая Валентина Владимировича Хочется сразу сказать, что это был один из ярчайших представителей Питерской духовой школы, питерской культуры На которую во многом оказал влияние гениальный Евгений Александрович Бравинский Под управлением которого многие выдающиеся музыканты, педагоги В том числе и Валентин Владимирович Работали много лет в заслуженном коллективе И ту феноменальную совершенно культуру исполнительскую Они потом принесли и в консерватуре Я лично был знаком с Валентином Владимировичем С 1974 года, когда поступил в консерваторию И до, собственно, до его безвременной кончины в 2004 году Соприкасались мы с ним в студенческие годы как бы немного Больше я со стороны, по его ученикам, по его работе Видел какой-то замечательный педагог и музыкант А лично пришлось с ним столкнуться Когда в 1977 году он руководил нашим квартетом студенческим И надо сказать, что вот что он, что до него, работавший с нами Борис Павлович Виноградов Каким-то образом, совершенно непостижимым, умудрялись делать квартет всегда самым лучшим То есть, вероятно, что-то было такое вот как подспудное, незаметное Что позволяло добиваться такого высокого результата При, в общем, как бы таком немногословии обоих Потому что Дмитрий Владимирович умел двумя словами иногда объяснить то На что другие тратили кучу времени И очень многословно объясняли, дотошно И при этом не было никакого результата Ему удавалось буквально с двух слов все четко поставить, расставить по своим местам Это было просто так здорово Вот Литин Владимирович позиционировал себя не просто как оркестрант, тубист Он позиционировал себя именно как солист И в заслуженном коллективе, гениальном совершенно коллективе Лучший оркестр на тот момент в России Может быть, один из лучших в Европе И американцы считали, что в 60-е годы лучше тромановой группы, чем в заслуженном коллективе Просто не было И ее участником, естественно, являлся Литин Владимирович Но при этом он совершенно заслуженно считал себя солистом И это было именно так Наш общий профессор, у которого и он, и потом я, позже учились Всегда отмечал высочайшую культуру звукоизвлечения Он всегда называл только двоих людей То есть, естественно, все люди, которые были причастны к этому коллективу Это были люди высочайшего класса Но какие-то особенности, именно звукоизвлечения Это было присуще, как он считал, только Буиновскому и Галусину То есть он ставил их выше всех И я думаю, что совершенно заслуженно Валентин Владимирович создал класс Тубы Для него, ну, как правило, во всех учебных заведениях Училища в особенности В музыкальной школе все-таки тубисты были А в училищах и в десятилетке Класс Тубы как отдельно не существовал Вели Бойков, Валентин Васильевич В училище Мурсовского Бутурченинов Потом Георгий Иванович Страутман В десятилетке вел Смирнов, Валентин Меч Потом его сменил на Николай Сергеевич Коршунов И в консерватории тоже Анисимов вел класс Тубы Но это все тромбонисты И вот, наконец, возглавил класс Тубы в консерватории Именно тубист Причем тубист невероятно высокого класса Человек педагогически одаренный Ему удалось вырастить невероятное количество Играющих тубистов Самого высокого класса Я не буду сейчас называть никого Чтобы никого не обидеть Мы как бы все прекрасно знаем Что в лучших коллективах города Работают его ученики, его воспитанники И сейчас многие из них преподают И достойны еще продолжать его дело Несут ту культуру, которую он в них воспитал Разбил То есть мы все как бы продолжатели Нашей питерской школы Очень жаль, конечно, что он так быстро ушел Из жизни совершенно безвременно Я думаю, он еще много лет Мог бы плодотворно работать Воспитывать Продолжать воспитывать Замечательных музыкантов И мы все очень благодарны за это И всегда будем помнить И будем чтить его память Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok